Петь за рулём не преступление. На актрису-певицу Викторию Чернецову посыпались угрозы. Размахивает кулаками и угрожает обратиться в полицию обиженная фанатка. Всё дело в том, что её кумир очень любит петь за рулём и выкладывать видео в интернет. А вот спеть домашний хит поклонницы Чернецова отказалась. Почему, знает мой коллега Андрей Караманов. Всем привет, дорогие друзья! Как ваше настроение? Предлагаю немного прокатиться и попеть песни. Певица и композитор Виктория Чернецова садится за руль в одиночку, а ездит разом с тысячей попутчиков. Виртуальных. Хотя за плечами артистки и съёмки в сериалах, и музыкальные клипы, и сольные концерты, Слава пришла к девушке прямо во время поездки, когда она устроила свою первую онлайн-трансляцию и спела за рулём. От всего уберечь тебя хочется, от ненужных и скверных попутчиков. И любого крыла одиночества, что новую поселилась лучиком. Сначала каверы, затем песни собственного сочинения. Сегодня у видеороликов, снятых на мобильник в салоне этого внедорожника, сотни тысяч просмотров в социальных сетях. Но следом за преданными поклонниками у девушки появились и преданные недоброжелатели. Одна из фанаток стала активно писать кляузы во все инстанции, решила оставить Викторию без сцены на колёсах, лишить водительских прав. Мне написала женщина, предлагая исполнить свою песню, но я не успела ей ответить, это была моя ошибка. В общем, когда я вошла в сеть, там была уже целая переписка со мной. Она пришла в ярость, видимо, от того, что я не ответила и сказала, что отзывает своё предложение об исполнении песни. И считает, что я нарушаю закон, исполняя песни за рулём. Аргументы активной поклонницы простые. Пение якобы отвлекает певицу от дороги. С некоторыми водителями такое действительно случалось. Они тоже прославились в социальных сетях, правда, пиар вышел скорее чёрным. Иногда за пение за рулём даже штрафуют. В Канаде, например, мужчине пришлось раскошелиться, потому что полицейский обвинил его в нарушении закона о тишине. Хотя водитель уверен, что вокалист из него не самый громкий. Вы пели? Да, я пел. Юристы уверяют, жалобы поклонницы на творчество певицы повлияют вряд ли. Пользоваться мобильником за рулём в России запрещено, но только если он в руках. Онлайн-трансляции в дороге вести можно, да и петь вам никто не запретит. У нас это никак не регулируется законом, ни правилами дорожного движения, ни кодексом об административных правонарушениях. Поэтому это всё на ответственность водителя. Однако дорожные инспекторы напоминают, любовь к вокалу не должна мешать концентрации водителя. Дорожная ситуация у нас меняется каждую минуту. То есть может произойти всё что угодно, и человек просто не среагирует. Поэтому здесь всё-таки мы призываем быть более бдительным и во время движения непосредственно на проезжей части. Впрочем, в некоторых ситуациях песни за рулём действительно могут быть во благо. Например, если они помогают во время долгой поездки не уснуть на пустынной трассе. А вот в плотном движении города к такой привычке стоит относиться осторожно.